С вами снова Валентина Никита. Сегодня мы будем делать с вами сидение на походный стул, стул туриста. Посмотрите, в какое состояние превратилась эта сидушка. Я случайно нашла их в сарае. Почему-то я их не видела и не выкинула. Вообще такие стулья в таком плачевном состоянии просто выкидываются на помолку и покупаются новые. Но решила сделать новые сидушки и дать им новую жизнь. Обращаем внимание на каркасы. Каркасы, стулья эти от трех производителей, они все разные. Но мои сидушки подходят на все эти каркасы. Здесь окружность 5 сантиметров, в алюминиевой, вот в этой толстенькой, 7. На эту толстую трубу также одевается сидение. Обращаем внимание, вот посмотрите, у меня здесь согнутая. Конечно, можно было выпрямить. Но здесь у меня клепка. Клепку я вытаскивать не буду. Я просто выкину этот стул на помойку. На этом стуле у нас винт. Он легко откручивается, легко закручивается. Женщина запросто сможет его открутить. Здесь у нас тоже винт. Приступим к ткани. Взяла я брезент. Брезент плотная ткань. Влагостойкая. Вода непроницаемая. Приятная на ощупь. Приятная на цвет. Легко очень шьется. Не капризная. Ширина ее полтора метра. Живу я в Серпухове. И она у нас в магазинах 325 рублей метр. Может быть в каждом городе по-разному. Чтобы вы примерно цену знали на эту ткань. Если что, вот они мерки. Специально нарисовала маркером, чтобы было видно. По правилам шитья мы должны были ширину разместить здесь. Если бы мы, у нас ширина 40 сантиметров. Если бы мы разместили его здесь, у меня бы получилось бы 3 сиденья. Я взяла поперек. Так как она не тянется ни вдоль, ни поперек. Нашу ширину я положила сюда, вдоль. Пометила. Высота нашего стула. Сейчас вам покажу. Подождите. Просто некоторые не понимают, где ширина, где высота. Вот у нас загнутые будут. Вот это вот будет у нас высота. А вот это у нас ширина. Ширина 40. Высота 28. И вот посмотрите. Полтора метра. Я разделила на 5. Отложила. 28, 28. Здесь 2 части. Здесь 2 детали. И здесь 1. По ширине. Смотрите. У нас получается. 11 сантиметров. Это подгибка. И 1 сантиметр я взяла на шов. Если хотите, можете взять 2 сантиметра на шов. Это наша середина. 18 сантиметров. И также подгибка. 10 и плюс 1. Обратите внимание, что целиковой линией я прочертила полоски. Это там, где нужно резать. Пунктирной линией я прочертила, где мы будем прошивать. Вот мерки, если нужны. И вот смотрите. Это я резать не буду, так как я уже шила, выкроила, померила. И решила вам сделать видео. Показать, как это все быстро и просто. По ширине два раза подворачиваем, прошиваем с одной стороны и с другой стороны. Потом мы подворачиваем. В моем случае это 1 сантиметр. И доводим этой пунктирной линии. Прошиваем. Вот моя еще одна деталь. Прошиваем эти части так. Сантиметра 2-3 прошиваем. Возвращаемся обратно. Как бы делаем закрепку. Прошиваем. Здесь так же и возвращаемся обратно. Строчку можно пропустить через вторую. Через 2-3 миллиметра. Дуга оденется. Берем плотные нитки. Обязательно. Два раза прошили. Хотите три для надежности. Эту сторону мы так же делаем. Берем припуски на швы. Подворачиваем. Доводим до пунктирной линии. И так же прошиваем несколько раз. И посмотрите. Примерно как это все выглядит. Вот наш маленький, аккуратненький сидушечка. Она готова. Чтоб не терять времени и быть уверена в своих делах и резаниях покроем. Я уже шила это сиденье. Смотрите, у меня просто здесь нет винтика. Поэтому хорошо сидушка не будет сидеть. Искать мне некогда эти винтики. Он держится, этот стул на одном. И вот посмотрите. Как быстро, просто. Сейчас я выровняю здесь. Вот. Это не составляет. Много труда, времени и много денег на это не уходит. Пять сиденья, грубо говоря, нам обошлось 150 рублей. Если надо, обращайтесь. Я вам сошью за 150 рублей штуку. И вот, посмотрите. Быстро, просто и хорошо. Самое главное. Выкроить правильно. Не забыть про припуски на швы. Выбрать хорошую ткань. Плотную. И все. С вами была Валентина Никита. До свидания. До свидания. До свидания.